Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы описываете историю, где ваш партнер, как вы говорите, спасает вас от невротических диструктивных отношений с бывшим мужем, я так понял, и родителей, и вы к этому человеку уехали в другую страну, и вы описываете ваши отношения как очень хорошие, вы описываете свои отношения как очень доверительные и так далее, вы говорите о том, что вы не ссоритесь, что вы помогаете друг другу и так далее. Также вы описываете ситуацию, при которой как будто бы вы столкнулись с тем, что у человека есть что-то еще помимо волос. И вам теперь от этого очень больно, вы боитесь, что он вас предаст и так далее. Вот, вы пишете о том, ну, вы просите, в общем-то, о помощи, вот, хотите, чтобы мы вам помогли. И мой вопрос заключается в том, в чем именно вы хотите, чтобы мы вам помогли. То есть, в чем вы сами видите проблему, вот, в чем она для вас проблема, как вы ее сами видите. Потому что пока, честно говоря, честно говоря, я вот не очень, я не очень пока вижу, что вы сами для себя видите в качестве проблемы. Видите ли вы в качестве проблемы то, что ваш мужчина вас спасал и, как вы говорите, вот, излечил вас от отношений, да, где вас там уничтожали, да, и так далее. То есть, вот, видите ли вы в этом проблему, например, что вы вообще выстраивали, ну, что вы вообще выстраивали вот такие отношения такого рода. Вот, ну, считаете ли вы, что это проблема, считаете ли вы, что это само по себе может быть проблемой? Считаете ли вы проблемой то, что, по сути, как будто бы вы находитесь в слиянии, что ли, друг с другом в отношениях? Что вот вы не ссоритесь, да, что, по сути, это действует такой вот, ну, я бы сказал, действует, действует такой, знаете, как бы, ну, негласный, что ли, запрет, да, на проявление злости и так далее. Да, то есть, это вот, это вот, это вот такой, такой момент. Считаете ли вы проблемой то, что, когда вы говорите о некоторых поступках, которые совершает человек, и вы говорите о том, что, ну, я его об этом не просил, вот, и потом говорите о том, что вы на седьмом мире от счастья от того, что он это сделал? То есть, то есть, считаете ли вы вот это проблемой, что вас радует то, что делает молодой человек, по сути, ну, как бы, демонстрируя вам, да, свою вот, допустим, ну, какую-то, демонстрируя вам вашу исключительность, вашу, вашу уникальность и так далее, вот. Считаете ли вы это проблемой, ну, ну, в таком случае, то, что вы так реагируете на действия молодого человека, молодого человека? Вот, то есть, вот, ну, то, что вот вы, да, на седьмом, на седьмом небе от счастья, как вы говорите, вот. Считаете ли вы проблемой то, что вас, по сути, так расстроило то, что делает мужчина? Ну, вот, считаете ли вы, считаете ли вы это проблемой, то, что вас расстроило? Считаете ли вы проблемой то, что вы боитесь, что он, он вас, эм, при, ну, ну, предаст? Вот, это тоже очень важный момент. Считаете ли вы проблемой то, что, по сути, человек, эм, теперь, вас успокаивает, как бы, ну, извиняется перед вами, вот, обещает, там, чего-то не делать и так далее? Считаете ли вы проблемой то, что, говоря о доверии, то есть, вот, вы говорите о том, что, вот, научились доверять, говоря о доверии, вы в это доверие вкладываете, как будто бы, как будто бы исключительно только, ну, реакцию поведения именно вот, ну, именно мужчины, не себя, не свои самоощущения, а именно вот мужчину, вот. То есть, считаете ли вы это проблемой? Считаете ли вы проблемой то, что, например, вот, ну, говоря о том, что, вот, человек, значит, проработал, да, свои какие-то трудности, вы как будто бы сами этого не делаете, то есть, вы не работаете с психологом, судя по тому, что мы можем видеть, вы не работаете с психологом, вот, вы не занимаетесь, а, решением своих, а, сводниц, и так далее, своих правил, вот. Очень по, очень похоже на то, что вы просто растворились в, а, человеке, вот. очень похоже на то, что вы просто на него в общем положились, очень похоже на то, что вы сделали его самым, ну, самым важным в, а, в своей жизни, и все. И как будто бы, а, больше вы ничего не делаете. Это и есть, по сути, механизм слияния, когда человек просто делает центром вселенной, а, своей вселенной, центром твоего мира, другого, другого человека, вот. Это и есть влияние. Поэтому, что из этого вы считаете проблемой, вот, что вам и можно помочь. Да, вот. То есть, эм... изначально, как будто бы, ваша, эм... такая, глобальная, эм... цель, что ли, эм... заключалась в том, чтобы быть хорошим, эм... чтобы угодить, угодить, эм... людям вокруг вас. эм... вероятно, по этой причине, эм... у... ваших родителей, и, эм... у... вашего, эм... как я понял, бывшего мужа, эм... была такая возможность вас унижать. эм... вот, потому что вы старались, эм... угодить, эм... ему, им, своим родителям, и... эм... значит, эм... бывшему мужу. эм... сейчас... сейчас... эм... как будто бы... как будто бы... эм... в какой-то степени то же самое происходит и... и с этим человеком. эм... да, может быть, не совсем, эм... в полной мере. эм... да, может быть, немножко иначе, немножко по-другому, может быть. да, это бы... это правда. это правда. но, эм... как будто бы всё равно происходит это вот по такой же схеме. всё равно, что кто-то более важен, чем вы. вы... вы... не важны. или... или важны, но меньше, чем... другой. другой... не так... вау... эм... эм... другой более важен, чем... эм... вы. вот. и на этом вы, по сути, выстраиваете свои как будто бы взаимодействия... свое взаимодействие как будто бы... ну, вот, с... эм... людьми. вот. в том числе, ну, близкими людьми. вот. ну, вот, эм... как бы, на мой взгляд, это то, что является вашей... эм... такой, вот, я бы сказал... эм... деструктивной истории... эм... такой... деструк... деструктивной... составляющей. вот. и в этом ключе, я думаю, можно... можно работать. вот. эм... в начале, конечно же, эм... прожив... эм... все драмы, которые вы забили... а далее работать с эм... с эм... смартинкой... э... личными... личными границами. вот, с... собственными целями в жизни, потому что... то, что вы... эм... ну, как бы вот... переехали, да? Грубо говоря, то, что вы переехали к своему парню, да, вот, нет, это хорошо, если вы встретили насчет кого-то, да, кого вы полюбили и так далее. Просто, скажем так, есть кое-что, что меня несколько насторожило в том, как вы вот описывали, что я ради него бросил, там, ну, работу, там, квартиру и так далее. То есть вот это вот меня несколько насторожило, что вы как будто бы здесь, ну, демонстрируете, как будто бы демонстрируете ценность. То есть вы как будто бы говорите, что вот, я бросил вот это, бросил вот это, приехала там, ну, условно говоря, да, приехала там, значит, к нему и так далее. Вот, вот, как будто бы так это происходит, понимаете? Вот. То есть вы как будто бы здесь, ну, вот, на мой взгляд, продвигаете такое вот предметное отношение к себе. Вот, вот, и отсюда же вытекает примерно отношение к вашему партнеру, само собой. Вот. И как, я думаю, ну, несложно догадаться, да, вот, что ничего хорошего из этого, в принципе, ну, получиться, получиться не может для вас, вот, потому что будут, ну, вот, такие, знаете, да, завышенные ожидания, будут вот такие претензии и так далее. То, что вы описываете, на мой взгляд, является следствием отношений, ну, типа, следствием типа отношений, который вы выстраиваете, который вы выстраиваете, вот, на мой взгляд. То есть, то, что вы описываете, является следствием того, какой тип отношений вы выстраиваете, значит, с, ну, с мужчиной, да, с людьми, вот. Вот, этот тип отношений, на мой взгляд, является таковым, что человеку, человеку, в нем тяжело. Ну, вот, просто, вот, ему, а, человеку, в нем тяжело. Вот. И это подождает. Все, как вы сравниваете себя с другой девушкой, да, наводит меня на мысль о том, что вы молодому человеку своему можете демонстрировать какие-то вот обесценивающие, ну, тенденции обесценивающие. То есть, вы можете демонстрировать молодому человеку то, как вы себя обесцениваете. Вот. И отсюда у него, у него рождается как раз-таки такое вот полубессознательное, полубессознательное желание делать то, что он делает. Вот. Вот. Вот, пожалуй, то, как можно было бы вам эта ситуация в целом образовалась. Вот. Потому что, ну, вот, давление, вот, ощущение не свободы, ощущение не свободы при том, что внешне вроде бы все хорошо и есть вот, ну, как будто бы, как будто бы необходимость вот демонстрировать, да. быть идеальным, короче. Вот. То есть, вы, конечно же, вы сами, конечно же, но этого, скорее всего, ну, этого, скорее всего, не признаете. То есть, вы скажете, что, да нет, со мной не нужно быть идеально, я никогда этого не просила, я никогда этого не ожидала, никогда этого не ждала, да. Это так, нормально. Но. Вы обцениваете себя, когда человек обценивает себя, он идеализирует другого. Вот. И этот другой, другой, фактически оказывается, оказывается перед необходимостью соответствовать этому образу, необходимостью соответствовать тому, каким вы, к примеру, его видите. Вот. А это, ну, вот, действительно может, может, ну, довольно серьезно, да, довольно сильно может выматывать. Вот. Поэтому, поэтому, конечно, очень грустно то, что вы описываете очень грустно, то, что вот вы столкнулись с такой, с такой ситуацией. Очень грустно. Очень грустно. Но, я бы соврал, если бы сказал, что это не закономерно. Вот. И, соответственно, необходимо устраивать отношения иначе. Вот. Чтобы и вам, и вашему партнеру было хорошо. Чтобы и вы, и ваш партнер могли позволить себе быть не идеальными. Вот. Вот. Ну, в отношениях. Вот. Понимаете? То есть... И форма. Короче. Только я, скажу, верить здесь, слабывать. Почему вам так страшно, например? А то, что человек может вас предать, ну, предать, да, там, переспать с другой и так далее, то есть, что-то неприемное, мы понимаем, что это всегда не самое радостное событие в жизни, мы понимаем. Но, почему вас это прям пугает? Почему, основываясь на том, что произошло, вы делаете, ну, такие далеко идущие выводы? То есть, по сути, обобщаете, по сути, усиливаете то, что происходит? Да. Лично я думаю, что дело здесь заключается в том, что вам довольно страшно, довольно неприятно, оставаться наедине с собой. То есть, вы не хотите оставаться наедине с собой, вы не можете оставаться наедине с собой. Вот. Ну, вам, как бы, как бы, сложно, сложно оставаться наедине с собой. Вот. И наша задача заключается в том, как раз, чтобы научить вас это делать. То есть, научить вас, наедине с собой, за вас принимать, ну, принимать себя. Вот. Сейчас, сейчас вы себя не понимаете, конечно, конечно. Вот. Я думаю, что примерно так, примерно так я мог бы вам ответить с точки, с точки зрения психологии, с точки зрения, точки зрения, моего, профессионального опыта, который у меня имеются лучи, соответственно, думаю, что именно в таком ключе вам нужно работать, вот, а в будущем, если вы хотите на самом деле сохранить отношения с конкретно этим молодым человеком, вот, то вам нужно еще и с ним вместе работать с психологом, чтобы корректировать ваши отношения с ним, еще с ним вместе, вот, это очень, тоже такой довольно важный момент, на который принципиально обратиться ваше внимание, вот, вот, как-то так, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это полезно было, вот, я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего до самого доброго и удачи мы до